В конце 30-х годов одной из главных доктрин в Конституции была закреплена неприкосновенность государственной собственности, как основой советского экономического строя. Возникла необходимость расширения функций милиции, связанных с сохраной народного достояния. В этой связи наметилась тенденция на усиление уголовной ответственности за хищение социалистической собственности и спекуляцию. Так, в марте 1937 года приказом Наркома внутренних дел СССР в составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД был создан отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляциями, сокращенно ОБХСС. Первое региональное подразделение новой службы появилось в Москве. С первых дней создания ОБХСС на аппарат этой молодой службы возлагалось очень много важнейших задач. В сферу деятельности отдела входила борьба с хищениями социалистической собственности на предприятиях государственной торговли, потребительской, промысловой и инвалидной кооперации, в противодействии взяточничеству, изготовлению фальшивых монет, спекуляции и незаконным валютным операциям. Кроме того, сотрудники отдела контролировали хлебозаготовки, боролись с мелким вредительством на производстве и координировали работу периферийных милицейских подразделений. Трудности военного времени в снабжении населения продовольствием и товарами первой необходимости пытались использовать в преступных целях расхитители и спекулянты. Сотрудники ОБХСС, помимо участия в боевых действиях, делали все для сохранения правопорядка в тылу, снабжения фронта и оборонной промышленности необходимыми ресурсами. Велась решительная борьба со всеми посягательствами на народное достояние. И в послевоенное время перед сотрудниками стояли непростые задачи по выявлению и недопущению хищений в строительстве, торговле и промышленности. Московские оперативники ежемесячно разоблачали десятки преступных групп, сообщниками которых были должностные лица в сфере торговли, строительства и снабжения. Несмотря на многочисленные преобразования и реорганизации в самой службе, сотрудники продолжали борьбу с различными видами махинаций. В начале 90-х пришла пора структурных и штатных преобразований и определения новых приоритетов в работе сотрудников. Среди приоритетных задач фигурировало выявление нарушений в кредитно-финансовой сфере, на объектах промышленности, на рынке ценных бумаг, в топливно-энергетическом комплексе, а также борьба с криминальным переделом собственности, декриминализация объектов экономики, находящихся под контролем организованных преступных групп. Россияне впервые столкнулись с либерализацией цен, понятием финансовая пирамида и дефолт. За эти десятилетия вы прошли трудный путь, полный поиска и совершенствования в служебной деятельности. Ваша служба остается одной из самых сложных и ответственных задач по обеспечению сохранности частной, общественной и государственной собственности, защищает интересы граждан от преступных посягательств. От лица общественного совета поздравляю ветеранов и сотрудников службы экономической безопасности с профессиональным праздником. Желаю успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова